Еще одна возможность быть вместе на передаче христианин сегодня. У Бога не остается бессильным никакое слово. Эти слова читаются в рождественские праздники. Одна из причин, почему люди неохотно веруют в Бога и еще менее охотно Ему поклоняются, это то, что Его слово не исполняется мгновенно. Писание говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Не только не страшится делать зло, но и не принимает всерьез слово, сказанное самим Богом. Людям, да вообще-то, что там людям, нам начинает казаться, что все идет само собой, без каких-либо правил или законов. И что человек может нарушать, изменять любые правила, без каких-либо последствий для себя, для своей души, своих детей, своей страны, да вообще для всего мира. Но мы видим, что истина остается неизменной, у Бога не остается бессильным никакое слово. И это очередной духовный закон. История России показывает это предельно ясно, как, впрочем, и история других стран. 19 век был веком просвещения, веком научных открытий, небывалого размаха и не только научных, но и философских, где учения и представления о жизни и устройстве общества или государства принимали радикальный характер. Карл Маркс написал свой Das Kapital. Чарльз Дарвин написал On the Origins of Species. И сотни тысяч просвещенных умных людей с радостью приняли то, что противно Слову Божьей, забывая, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Многие из тех, кто должен был стоять на страже, охраняя общество от подобных нападок, наоборот, сделали все для полного отступления даже тех, кто мог бы остаться верным Богу. Читая биографии людей, живших в конце 19 века, людей верующих и богобоязненных, не перестаешь удивляться. Они пишут, что в духовные семинарии приходили люди верующие, простые верующие люди, а выходили атеисты. А если и не атеисты, то безразличные, остывшие, черствые люди. И как получилось, что православная страна с такой мощной организацией церкви и такой сильной монархией первая попробовала так радикально изменить веру на неверие, отрекшись от Бога и официально на уровне государства пойти против Бога. Название газеты журнала популярных того времени ясно говорит о настроении людей тех дней. Газеты, такие как Безбожник, другая газета Атеист, еще одна Богоборец, вера в Бога и вера в Слово Божие стала жестоко высмеиваться, а потом и преследовалась. Воинствующий атеизм стал основным вероисповеданием целой страны. И людям казалось, что Бог умер. Они так и говорили. Забывая закон, духовный закон, у Бога не остается бессильным никакое слово. В 19 веке засеяли, а в 20 пожали. 20 век особенно для России принес больше горя и скорби, чем какой другой. Революция, Первая мировая война, потом опять революция, коллективизация, голодовки, красный террор, Вторая мировая война, холодная война, всеобщее обнищение личности человека, как материально, так и особенно душевно. Невозможно представить число жертв и измерить горе людское в результате всего этого. И все это потому, что люди решили идти против Бога, решили идти против Его законов, забывая, что хотя и не скоро совершается суд над худыми делами, он все-таки совершается. И последствия его неизменны. И отвратить их никто не сможет. Кто-то скажет, что нам до всего этого? Мы живем в хорошей стране, в мире, в покое, в достатке и безопасности. Да, пока особо открытого противостояния Богу еще нет. Хотя последние выборы президента показали особое желание демократов легализовать и узаконить то, что не только противно Богу, но отвратительно даже для здравого рассудка простого человека. Наша страна продолжает опускаться ниже и ниже, упорно идя против Бога и против Его слова. И хочет опустить сознание людей до уровня животных, живущих только на уровне животных инстинктов. Особенно наш город, город Портланд, мы здесь видим однополые, разнополые, бесполые, извращенцы. И все, что только есть ненормальное, становится общепринятым и повсеместным. С другой стороны, полный материализм, поглощающий все время и душевную энергию здравых умных людей. Таким образом, с одной стороны, моральное разложение, а с другой поглощение в суету. Люди забывают, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Забывают этот духовный закон. Если в Советском Союзе вера в Бога заглушалась насилием, то здесь в Америке, in good old USA, она заглушается развратом, моральным разложением и всеобщей суетой. Методы разные, но последствия одинаковые и одинаково неизбежные. Моральное разложение, полное разложение семьи, которое мы видим, происходит на наших глазах и материализм, а также погоня за удовольствием приведут к тому, что страна неизбежно придет в упадок. И выйти из этого упадка без трагических потерь будет невозможно. А погибших куда? Ведь их же не возвратишь. Но одно дело наблюдать за обстановкой в обществе, а другое что-то изменить. И изменить к лучшему. Но кто-то скажет, что могу сделать я? Я простой человек, я не политик, не военный, не власть придержащий. Что я могу сделать? В рождественские дни мы читаем о простых людях, которые по всем стандартам положения в обществе и расклада власти, силы и влияния на мировые события были абсолютно незначительны. Никто не знал их имен, им не интересовался и даже жили они вдалеке от центра власти и событий мирового значения. Но их имена вошли в историю, изменили движение жизни, образ мышления людей и поменяли целую цивилизацию. Напротив, имена, места и события власть имеющих знаменитых людей тех времен известны нам только потому, что они оказались рядом с теми, чьи имена в Новом Завете. Рядом с Марией, Иосифом, Захарией или Советом, апостолом Павлом, Петром, Иоанном и другими и, главное, самим Иисусом Христом. Простые люди, но верные Богу стали частью плана спасения всего человечества, но даже не просто абстрактного человечества, а конкретно своих близких, своих детей, родных, соседей, с кем они жили и работали и их самих. И этим людям было сказано, у Бога не остается бессильным никакое слово. Так и мы с вами, если мы, вот я, вы, постараемся быть верными Богу, постараемся жить по-евангельски, будучи самыми незначительными, станем теми, ради которых сохранится наша семья, наша родня, близкие, соседи, те, с кем работаем, учимся, с кем вместе живем. Но и это еще не все. Еще жизнь вечная, есть царство небесное, есть рай, есть ад. Поэтому во всех наших делах и решениях не забудем о духовном законе. У Бога не остается бессильным никакое слово. И хотя этот мир безнадежно идет к своему концу, наше будущее небеснадежно. Напротив, наше будущее переполнено надеждой, силой, славой и замечательного ожидания. И стараясь жить по слову Божию, не унывайте и не отчаивайтесь. Даже если кажется, что этого не замечают ни люди, ни сам Бог, у Бога не остается бессильным никакое слово. Пускай Господь благословит нас жить с этим пониманием. Храни вас Бог!